Привет-привет, дорогие друзья, и доброго времени суток, вы на канале Mobile Gameplay, сегодня мы продолжаем играть в Injustice 2 Mobile, дико бесящую, раздражащую, но вместе с тем, любимую игру, всё-таки как ни крути, на моём канале, и сегодня мы играем, как вы видите, на аккаунте новичка, и будем смотреть Shazam. Кстати, что-то я так обратил внимание, почему-то я ему не качнул снаряжение вообще, ну в общем, не повторяйте моих ошибок, этому герою вы можете смело прокачивать снаряжение минимум на 20 левел, если, конечно, позволяют у вас ресурсы, потому что герой просто нереальное имбище, это действительно правда. Первая пассивная способность, смелость Ахиллеса, плюс 80% к атаке союзников класса магии и мощь, то есть Shazam и себя, в том числе, Бафаед. Вторая пассивная способность, месть Зевса, шанс на отключение 50%, длительность отключения 12% и шанс 15% активировать ревущий удар, это мы чуть позже с вами изучим, это всё отключение спецприёмов, имеется в виду. И третий, третий, третья пассивная способность, выносливость Атласа, уменьшение множителя критического урона команды плюс 75%, то есть противники на 75% меньше по нам наносят критических атак. Третий спецприём, то, о чём мы, кстати, видели в пассивной способности, ревущий удар, урончик, понятно, дополнительный эффект восстановления 17% от максимального здоровья команды, то есть, если мы успешно заблокируем спецприём вражеский по условиям пассивной способности нашего Shazam, мы восстановим здоровье не только себе, но и своим тиммейтам. Второй спецприём, боже мой, поменял местами спецприёмы и пассивные способности. Второй спецприём Торпедо Атласа, восстановление 11% от минимального здоровья союзника, то есть второй спецприём тоже умеет восстанавливать у нас здоровьица. И первый спецприём без доп.эффектов я не прокачивал тоже первый спецприём Shazam, потому что вся фишка тут как раз-таки действительно тоже у Shazam в третьем и втором спецприёме. Поэтому, но пока что, пока что на вот таких первых прах я не прокачивал первый спецприём Shazam. Ну, взял почему эту команду в противниках, потому что здесь есть очень интересный серебряный-зелёный фонарь. Серебряный-зелёный фонарь. Всегда так интересно звучит это сочетание, когда про зелёного фонаря говоришь. Вот. Который даёт нам защитный щит. И бой чем интересен? Тем, что для начала нужно пробить этот самый защитный щит. Вот. Команда, как вы видите, для новичка, которые, ну сколько, две недели, получается, назад уже завели аккаунт, достаточно стандартная. Потому что здесь есть серебряная банши. Серебряная банши у нас, кстати, кто не обратил внимания, как раз-таки класс магия. Сделали третий спец, захилились нехильно. Вот. И поэтому, соответственно, серебряная банши получает бафы по условиям пассивной способности Shazam. Вытеснили Харлечку. Тут немножко покомбили. Почему после Тек-Ина у меня иногда не все удары срабатывают? Не могу сделать подсечку. Очень часто такое бывает. Так. Тут не на того нажал. Вообще планировал на банше смениться, конечно. Такс. Оп. Третий спец. Пробивание брони. И всё. И Харли просто не была. И нет. До свидули. Вот как бы вот такая команда. Тут, безусловно, всю команду делает такой сильной исключительно Shazam. Да, банши очень тоже неплохая тётечка такая. Но банши всё-таки история больше для рейдовых каких-то моментов. Shazam, он хорош своими пассивными способностями, своей поддержкой для команды, как в режиме арены, как в режиме чемпионской арены, так и в режиме лиг рейдов. В общем, этот персонаж действительно, после того, как он появился, он стал в каком-то плане незаменим. Этот персонаж прекрасно выполняет роль саппорта или даже основного бойца в режиме арены. И этот персонаж прекрасно помогает и поддерживает вашу команду в режиме рейдов. В данном случае у меня всё-таки, как ни крути, как вы видите, самый основной боец на данный момент в данной конкретной команде – это всё-таки Shazam. Но его вполне можно вкачать в очень жирнющего танка с ХП и защитой, чтобы он как можно больше восстанавливал здоровье вдруг чего по условиям своей пассивной способности. Потому что, как вы слышали и как вы видели, пассивная способность, там, где говорится про восстановление здоровья, как раз-таки зависит от максимального количества командного здоровья, запаса. То есть, чем больше будет здоровья и ХПшки у Shazam, тем, соответственно, больше процентов он будет этого самого здоровья восстанавливать. Поэтому, конечно, в принципе, можно Shazam и в танка прокачивать. И я вам объяснил уже, почему. Чё-то я тут заговорился, и мы так нехило-то пропускали уже по себе урона. Надо это срочно дело исправлять. Срочно. Эй, так слушайте, так не честно. Я же начал делать комбо-атаку, куда делся флэш. Но, друзья мои, я немножко наперёд забегу. Даже если мы вдруг сейчас сдуем, тут вообще проиграем, как дальше жить вообще. Но тут как бы без вариантов, без вариантов Shazam обязательно нужно прокачивать. Обязательно. Причём сезон арены как раз на Shazam был, предыдущий, да? Вот. И как нельзя кстати. Они, так знаете, запустили испытания на серебряную баншу, сундуки с ней. Потом запустили Shazam. Очень удачно. Я вам хочу сказать, это всё дело получилось. Мы, конечно, будем пытаться сражаться до последнего. Но кто его знает, чем этот бой закончится. Поэтому, повторюсь, хотелось бы, чтобы вы знали, что этот персонаж очень полезен. Убежали от плюща, потому что у Флоры Ядовитого Плюща просто вот отвратительный, отвратительнейший второй спецприём. Надо её, да, вынести срочно. Чёрт! У Киборга Суперму. Нам второго спеца не хватит. Хватило, друзья мои, хватило. У-ху-ху, победа. Ну, вот как бы вот так. Ха-ха-ха. Вот такой этот Shazam. Персонаж просто прекрасный. Персонаж шикарный. И, действительно, от него много пользы идёт. Им несложно играть. Спецприёмы хорошие. И, кстати, первый спецприём, он, ну, грубо говоря, работает на любой дистанции. Лучше делать на ближней дистанции. Но всё равно одна из частей первого спецприёма долетает до противника. То есть на любой дистанции. Второй спецприём, кстати, 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 лучше делать не далее, чем на средней дистанции. А третий спецприём, он уникальный в плане Shazam. Он бьёт абсолютно на любой дистанции. Поэтому можете не бояться, что вдруг чего вы своим третьим спецприёмом не попадёте по противнику. То есть, ну, персонаж в каком-то плане действительно уникальный. Его можно использовать, ну, практически в любой команде. И, несмотря на то, что его пассивные способности отталкиваются от того, что он бафает класс мощь и класс магия. Несмотря на это, персонаж всё равно может принести пользу и другим своим классам. Ну, как минимум, посредством того, что он их отхилит в нужный момент. Это не есть... Это не есть... Это ли не есть круто? Вот это я хотел сказать. Вот так будет правильно. Третий бой ещё раз пробуем. Пробуем немножко реабилитироваться после прошлого боя. Хотя, опять же... Там надежд была... Надежд... Не так было... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не так много было, но мы победили. Но мы победили, между прочим говоря. Ненавижу Аквамена, потому что он вроде и не собирается свой спецприём делать, а потом внезапно начинает его делать, и ты не можешь понять вообще, будет этот спецприём, не будет. Как-то у других персонажей проще предугадать, будет ли этот персонаж делать спецприём или нет. В случае с Акваменом мне, допустим, посложнее. Оглушение. Ну, блин, ничего, что уже давно произошла смена, и там чисто теоретически уже баф от зелёного фонаря не должен был по времени работать. Хватит болтать, надо внимательно играть. Опять у нас банши вынесли, лучше бы болотцам, конечно, пожертвовали. Ага. Хорошо. Ну, то, о чём я как бы говорил, что на данный момент Шазам у меня лично всё-таки выполняет главную роль. Да, впоследствии, возможно, конечно, можно и на банши больше внимания обратить, и немножко ей больше дамага дать. Но пока что всё-таки это Шазам. Ещё раз за хильчик. Ещё раз. Эй, болото, выходи. Вот. Я лучше пожертвую тобой. Шазам, Шазам, как ни крути. Главнее, нужнее, веселее, сильнее. В общем, как угодно. А вот пассивная способность, кстати, ещё ни разу не сработала, чтобы у нас отхил включился после того, как мы блокируем спецприём противника. Слушайте, смотрите, как тоже интересно получилось. У нас пошёл спецприём от болота, но аквамен нас оглушил, и энергию нас забрали, а спецприём по аквамену не прошёл. Как вам, как вам вот такая ещё штука? Киборг. Да, Свидули. Ну вот как-то так, друзья мои. Вот и третий бой состоялся. А то в прошлом ролике я сделал всего два боя. Я так посмотрел, думаю, ну как-то да, бедненько. Но решил в этом ролике сделать всё-таки три боя. Как-то мне кажется, три боя это более полноценно. Тем более, что мы и в первом бою посмотрели Шазам и Банши в паре. Вообще замечательно сработали. Достаточно быстро мы завершили первый бой. Второй был такой напряжный бой. И третий бой тоже есть на что посмотреть. Поэтому, ну, опять же, подводим вердикт. В классе магия Шазаму, на мой личный взгляд, вообще нет равных, если мы говорим про Арену. Потому что Банши на второй план, естественно, уходит. Если говорить про рейды, конечно, у Шазама появляются конкуренты и соперники в виде серебряной Банши. Но то, что этот персонаж незаменимый саппорт, я думаю, никто с этим спорить не станет. Если вы хотите большой отхил для своей команды, пожалуйста, вкачивайте Шазаму, как я уже и говорил, хпшечку, то есть здоровье и защиту. И тогда отхил просто бешеный будет. Просто бешеный отхил будет. Если вы хотите сделать из Шазама дамагера, тоже ничего не мешает это сделать. Прокачивайте атаку, прокачивайте криты, и будет вам дамагер прекрасный. То есть Шазам, он очень универсальный. Выбор за вами, кем вы его захотите прокачать, и в каком качестве, в какой роли он все-таки будет у вас выступать в ваших командах. Вот так вот, друзья мои хорошие. Что вы думаете по поводу Шазама, обязательно пишите в комментариях. Если вам понравился ролик, вы знаете, что делать. Надо всего лишь нажать на палец вверх и всего лишь нажать на кнопку подписаться на канал. Если вы этого еще не сделали, и комментарии открыты, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу Шазама. Все, буду прощаться. Пока-сики, друзья мои. До свидания, до новых встреч на канале Mobile Gameplay. Спасибо, что посмотрели мой очередной ролик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok